Здравствуйте! В эфире Анна Герцовская. И я представляю вашему вниманию программу «Знак качества», в которой мы детально разбираем самые разнообразные предметы, процессы и явления, окружающие нас. Жители Рязани не понаслышке знают, какую роль в развитии нашего региона играют промышленные гиганты. После спада в 90-е годы заводы не только сумели подняться, но и активно развиваются, осваивая новые технологии и рынки сбыта продукции. Большую роль в этом процессе играет поддержка со стороны государства. Однако очевидно, что никакие дотации не решат проблем, если у руля предприятия нет настоящего лидера, способного сформировать вокруг себя сильную команду единомышленников и грамотно организовать рабочий процесс. Пример предприятия, которому необыкновенно повезло с руководителем, это Рязанский радиозавод, слава которого гремела по всей стране еще в советские времена. Дальновидность и профессионализм генерального директора Юрия Леонидовича Смирнова, который руководит предприятием уже два десятка лет, позволило радиозаводу и в новое время занять лидирующую позицию в своей отрасли. Предприятие, выпускающее современную технику связи для нужд российской армии, оснащено самым современным оборудованием. Объемы производства из года в год стремительно растут. Если в 2014 году этот показатель не доходил и до 4 миллиардов рублей, то в 2015-м превысил 5 миллиардов. Такой прорыв – это результат усилий, затраченных на развитие предприятия. Мы провели своевременно техническое перевооружение и снизили свои затраты внутренние на производство. Поэтому даже в условиях уменьшения прибыли, планируемой, мы все-таки уверены, что останемся над планкой рентабельности. Внедрение современного оборудования позволило повысить качество продукции и производительность труда. Вслед за техникой завод пополнился и новыми молодыми кадрами. Работа со сложными станками и числовым программным обеспечением требует от операторов хорошей теоретической базы и серьезной практической подготовки. Очень сильная модернизация по заготовительному производству. Под нём мы подразумеваем всю металлообработку. Вместо привычных фрезерных, токарных станков уже стоят обрабатывающие центры, которые в автоматическом режиме. Оператор только устанавливает программу, инструменты и заготовки. Всё остальное всё делает автоматика. Постепенно меняется само представление о производственном процессе. На смену старым цехам приходят современные, светлые, чистые помещения, работа в которых проходит в условиях, близких к идеальным. Наглядный пример такого нового типа производства – цех по сборке и монтажу печатных плат. В этом помещении царит почти больничная чистота, контролируется температура и влажность воздуха, блокируется возможность появления статического электричества. Все эти меры не случайны, ведь именно здесь изготавливают мозг всей выпускаемой предприятием техники – сложнейшие печатные платы. Все операции по установке мельчайших компонентов и проверке готовых печатных плат выполняются роботами под контролем опытных операторов. Качество каждого изделия проверяется с помощью специальной рентген-установки. Пайку контролирует так называемый «летающий щуп». За четыре года существования цеха количество выпускаемой продукции выросло в несколько раз, а процент брака заметно снизился. Если раньше объем был где-то 5-6 тысяч плат в месяц наших таких сложных, сейчас уже 10-11, это в месяц мы делаем спокойно, то есть в два раза. 11 тысяч плат. Да, это только по вот этому участку, да. Ну, и как бы не сказать, что мы сейчас загружены на 100%, то есть мы можем делать еще больше. Надежность и качество связи – наша забота. Именно так звучит девиз Рязанского радиозавода. Действительно, проверке качества каждой единицы выпускаемой продукции здесь уделяется огромное значение. На базе модернизированного участка тренировки радиостанции проходит испытание в специальных камерах. Это позволяет понять, насколько хорошо каждое конкретное изделие будет работать в экстремальных условиях – в жаре, холоде или при сильной тряске. Чем больше здесь мы проверим, тем меньше отказов у потребителя. Завод сознательно идет на значительное капиталовложение, именно чтобы повысить качество. Качество – это конкурентное преимущество завода. В данный момент предприятие выпускает аппаратуру пятого поколения и поколение 5+, постоянно наращивая объемы производства, в планах освоения производства техники нового поколения и выход на новые рынки сбыта. За последние 10 лет завод удесятерил своего производства в объемных показателях. Завод за последние 5-7 лет ежегодно вкладывал собственные средства из прибыли, значительные средства в омоложение оборудования, закупки нового оборудования. Последние годы мы участвуем в федеральной церковной программе, которая позволяет нам осваивать значительные ресурсы. Они, естественно, с финансированием со стороны завода, со стороны государства, но это направлено на создание высокотехнологичного оборонного комплекса, предприятием которого мы и являемся. Рязанский радиозавод – одно из немногих предприятий, где большое внимание уделяется процессам организации труда и планированию. Например, по инициативе генерального директора в цехах и отделах были внедрены элементы так называемого бережливого производства. Благодаря этому удалось заметно упростить целый ряд процессов, а значит сократить потери во времени и увеличить производительность, добиться точности и прозрачности в деле планирования всех процессов на предприятии удалось благодаря внедрению уникальной системы управления ресурсами. Для сравнения можно сказать, что заводы класса нашего, у меня коллеги, я не буду называть эти заводы, у которых нет этой системы, в системе управления производством задействовано порядка 60-70 человек, высококлассных специалистов, которые вот сидят и занимаются вручную составлением планов. У нас план автоматизированно считается в течение 4-5 часов. Грамотное техническое переоснащение, целенаправленная работа по улучшению системы управления, политика продвижения молодых перспективных кадров – все эти начинания идут сверху. Весь руководящий состав – это люди, которые пришли на завод еще молодыми специалистами и прошли все ступеньки карьерной лестницы. Доскональные знания всей заводской кухни и искренняя любовь к родному предприятию – это то, за что радиозаводчане уважают своих руководителей, в первую очередь генерального директора Юрия Смирнова, отдавшего предприятию почти полвека своей жизни. – Разбирается и до мельчайших подробностей. Даже где-то приходится учиться. Какие-то технические споры заводим. Я понимаю, что я уже заканчивал позже, знаю меньше. – Рабочие его уважают. Человек понимает, что он делает на сегодня. Вопросов таких, чтобы не решались, нет у нас. И он поможет, и профсоюз поможет. Это все, естественно, работает. Ну и, в принципе, сами видите. Оборудование все новое. И всех за производством смотрят. Поддерживаются. Порядок и аккуратно все новое. – В заводе очень высококлассная профессиональная команда, которую, в общем-то, ну, наверное, создал генеральный директор, являясь ее стержнем определенным. В последние годы сложилось мнение, что молодежь на промышленные предприятия идет неохотно. Малорабочие специальности – это непрестижно. Да и оплачивается такой труд невысоко. Однако Рязанский радиозавод и здесь ломает стереотипы. Средний возраст работников предприятия – 40 лет. Сюда охотно идут вчерашние выпускники технических вузов и профильных училищ. Что и говорить, ведь на радиозаводе созданы все условия для молодых специалистов и рабочих, программа поддержки, возможности для обучения и карьерного роста. Показательно, что более половины начальников цехов и отделов – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Такой сплав опытной руководящей верхушки и энергичного подрастающего поколения дает прекрасные результаты. Последние несколько лет Рязанский радиозавод занимает позицию ведущего предприятия в концерне «Созвездие», который специализируется на выпуске высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи. И можно с уверенностью сказать, что это предприятие с многолетней историей находится еще только в самом начале своего славного трудового пути. Весна – это пора красоты, элегантности и преображения. И в первую очередь это касается, конечно же, дам. Им надо успеть сделать все – поправить прическу, поработать над кожей, фигурой, выбрать новые наряды. Маникюр, педикюр, голова просто идет кругом от такого количества действий. Но сделать это все необходимо, согласитесь? Правда, с большим недостатком свободного времени из-за работы, домашних дел и прочих вопросов современным женщинам это нужно сделать все быстро, в комплексе, желательно в одном месте. Для этого и существуют имидж-центры, в которых можно полностью преобразить себя. Мы находимся в имидж-центре Ольги Дремовой. Я решила привезти сюда свою подругу, чтобы показать, как в одном месте можно навести красоту и забрать домой свои новые шубки. Но она опаздывает, и поэтому на первую процедуру отправляюсь я. Итак, кавитация – это ультразвуковая безоперационная липосакция. Конечно, может показаться, что убирать жир мне совершенно не нужно. Но я отношусь к тем людям, которые круглосуточно следят за своей фигурой, работая над стройностью. Как видите, получается. Кавитация поможет убрать лишние сантиметры на любом участке тела, даже на холке. Там, где есть жир. У всех по-разному. Область живота, бёдер, ягодицы, голень, руки, на лице, зону подбородка. Принцип такой. Под действием ультразвука в жировой капсуле образуются пузырьки, которые лопаются. За счёт этого жир выходит за пределы капсулы. Задача номер два – вывести его оттуда. И тут всё просто. Нужно пить много воды в сочетании с любым лимфодренажем, который стимулирует лимфу, поскольку 90% жира уйдёт именно с лимфой. На следующий день обязательно лимфодренажный массаж. Убрать можно абсолютно весь жир в сочетании с мезотерапией, который, кстати, можно сделать безинъекционно с помощью этого аппарата для РФ-лифтинга. Тут можно прийти и за час в неделю убрать свои объёмы именно там, где нужно. То есть получается идеальный вариант. То есть, допустим, ты мечтал иметь талию – ты её получишь. Ты мечтал убрать бёдра – ты их получишь. Именно те, к которым ты стремишься. РФ-лифтинг очень полезен для лица. Воздействуя на глубокий слой дерман, помогает туда проникнуть любому полезному веществу, нанесённому на кожу. Можно добавить сюда любые витамины, то есть гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин, всё что угодно. Витамин группы В, С, то есть осветление, С витамин. Можно сделать как лифтинг, можно как питание. То есть лифтинг в любом случае будет. РФ-лифтинг – это альтернатива хирургической подтяжке лица и тела. Эта же процедура совместна с мезотерапией. Может полностью убрать любые растяжки, например, послеродовые. Или подготовить кожу перед беременностью, сделать её более эластичной, свежей и насыщенной. РФ-лифтинг борется с любыми недостатками кожи, с акне и морщинами. От морщин в помощь женщинам существует и микротоковая терапия. Биотоки заставляют работать те мышцы лица, которые невозможно задействовать при обычной гимнастике. Микротоковая терапия очень полезна для лица. Молаживает, улучшает структуру, снимает отёчность, тренирует круговую мышцу глаза. Никакое упражнение, он сможет так тренировать круговую мышцу глаза, как в микротоке. Именно после тренировки этой мышцы пропадают всем известные мимические морщины вокруг глаз. Он прям закрывается. Он так и должен, да. То есть ничего же так не тренирует. Ну а она что, прям прокачивается мышца, что ли? Да. Соответственно, морщинки у нас пропадают. Мимические. Соответственно, снимается отёчность. Отёчность, кстати, уходит сразу же. Я лично это заметила. Процедура убирает мешки под глазами, синяки, разглаживает морщины на лбу, вокруг губ. Она не болезненная, скорее даже приятная. Ведь тут приходит осознание того, что я сделала что-то очень важное. Она тренировала те мышцы, которые всю жизнь оставались незадействованы. Поддерживать их в тонусе дальше нужно именно с помощью микротоковой терапии. Но это ещё не всё. Одна голова хорошо, две лучше. И когда все участвуют в процессе, тогда получается идеальный результат. Речь идёт о дуэте кинезиолога и косметолога. Эти специалисты в хороших центрах красоты работают вместе. Кинезиолог помогает установить первопричину появившихся дефектов. Ведь каждая зона на лице и на теле являются отражением определённых органов и систем организма. На приём к кинезиологу теперь отправилась моя подруга Елена. Этот метод позволяет путём тестирования мышечной мускулатуры определить психо-национальное и психо-сиологическое состояние человека, а также назначить немедикаментозную альтернативную терапию, направленную в основном на биомеханические движения, вследствие чего улучшить трофику мышечной массы человека и позволить получать кровоснабжение органам и тканям. Оправившись от цель зажатости и поняв, к какому доктору нужно обратиться, чтобы восстановить некоторую систему организма, Лена продолжила комплексный тюнинг. Прическа, маникюр, солярий – одно за другим. Всё ей принесло максимум удовольствия. Это будет основа для конского хвоста. Это атрибут 70-х, 80-х, когда было очень модно. Конские хвосты, когда пошли у нас джинсы, об обтяжечку платье, такие вот как водолазочка. Собственно, что мы сейчас и носим. Сейчас в моде свежесть и естественность – локоны. Но не обычные, а именно такие, немного растрёпанные. Это называется пена. Чтобы было естественно, локон лежал естественно, это очень сложно. То есть это высший пилотаж. Ну и, конечно, раз мы зашли сюда полностью преобразиться, то и выйти должны в соответствующем виде. Всё, Леночка, давай мой плотой. Так. Вот смотри, она двухсторонняя. Ателье в имидж-центре Ольги Дрёмовой работает на 100%. Помимо платьев, костюмов, прочих нарядов, здесь работают с мехом, кожей. Ну что, одобряем? Да. Всё, давай следующую. Вот на эту шубку ушло 10 шкурок всего. А поскольку таких… Ну, он как пиджачок получается, да? Да. Удобство таких лёгких шубок заключается в том, что их можно носить круглый год. Забрав домой две обновки, в следующий раз Лена договорилась принести сюда свою дублёнку, чтобы переделать её. Вывернув наизнанку и добавив туда кожи и фурнитуры. Именно эту тенденцию взяли за моду девушки в этом году. В имидж-центре готовы поддержать любую идею клиентов. Наверное, поэтому он имеет большую историю и прямо-таки процветает. Нашему центру в этом году исполняется 20 лет. Мы занимаемся любимым делом. Поэтому мы так долго существуем. Мы любим людей, они любят нас, и мы любим их украшать и поднимать в настроение. Как видите, действительно, потратив минимум времени, можно получить максимум результата в одном месте – в имидж-центре Ольги Дрёмовой. В следующий раз покажем вам ещё больше секретов красоты и элегантности, которые обязательно пригодятся в преддверии летнего сезона. На этот раз у меня всё. Увидимся в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. Там много всего интересного. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова